Свинья дошла до Люберец. Масштабный антимусорный рейд проходит в городском округе. За четыре дня участники оперативной группы выявили 10 нарушителей. По предписанию инспекторов Госадмтехнадзора они привлечены к административной ответственности. Какое наказание предусмотрено за выброс мусора вдоль дороги, узнаете в нашем следующем сюжете. Масштабная антимусорная акция с хэштегом «Свинья» стартовала в Подмосковье по поручению главы региона Андрея Воробьева. Во всех муниципальных образованиях проходят рейды по выявлению нарушителей чистоты. В городском округе Люберцы создано пять бригад, которые ежедневно осуществляют проверку. В составы оперативной группы входят сотрудники Госадмтехнадзора, администрации, правоохранительных органов, а также представители общественных организаций. Задача этих групп – предотвратить несанкционированный сброс мусора на городских территориях вдоль дорог. Штраф по нарушениям такого вида составляет на физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Как правило, несанкционированные навалы мусора чаще всего образуются вдоль железнодорожных станций и шоссе. Рейды, проведенные в таких местах, уже дали свои результаты. За четыре дня у нас больше 10 человек было оштрафовано сотрудниками Госадмтехнадзора. Много было замечаний в адрес нерадивых жителей. И я пользуюсь случаем, обращаюсь ко всем жителям городского округа Люберцы, самим не допускать подобных нарушений и пресекать их. А пресечь нарушения очень просто. Для этого нужно выложить в социальные сети фото и видео факты незаконного сброса мусора. С хэштегами «Свинья», «Дороги МО» и «Чистое Подмосковье». Антимусорная акция продлится в регионе до 1 сентября. Луиза Егия-Зарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова